Прежняя МОКО отправилась на пенсию еще прошлой весной, поэтому Опель очень спешил, чтобы как можно скорее выбросить на рынок новое поколение паркетника. Впрочем, молниеносного рыночного старта не будет. Запуск производства запланирован лишь на четвертый квартал этого года, а к европейским дилерам живые машины попадут только после нового года. Поэтому сейчас мы можем посмаковать внешность и обсудить характеристики. С последними все просто, ведь пока представлена только электрическая версия. У такой МОКО один электромотор, который приводит передние колеса, а под полом кузова спрятаны литиево-ионные батареи. Их емкости должно хватить чуть больше, чем на 300 км пробега по реалистичному циклу WLTP. На быстрой станции пополнить запасы энергии на 80% получится за полчаса. Для любителей заряжаться дома есть мощное зарядное устройство сразу на 11 кВт. Также Opel раскрыл габариты кроссовера. Если машина первого поколения была компактной, то новичок укоротился еще аж на 13 см. То, что модель переехала на французскую платформу CMP не новость, это нам обещали сразу. Вот дизайн настоящий прорыв, если не революция. МОКО стала первым Opel, который примерил принципиально новое оформление передней части. Этот стиль называется вайзер или, если хотите, визор. Его специфика в общем блоке передка, который, объединяя матричные фары и решетку радиатора, напоминает визор шлема. Предполагается, что такая черта станет характерной для всех машин марки. Действуя по принципу «гулять так гулять», в салон имплантировали новейший интерьер Pure Panel. Между прочим, тоже впервые для Opel. Главное достижение единой панели – общий блок для виртуальных приборов и тачскрина медиасистемы. Впрочем, для управления климатикой и мультимедийкой сохранены традиционные кнопки и рукоятки. И это прекрасная новость. Естественно, пиарщики марки не могли умолчать, что жесткость кузова увеличена на 30%. При этом снаряженная масса уменьшена на целых 120 килограммов. Но нас, пожалуй, волнует другое. Напомним, что Opel вернулся на российский рынок, а значит, теоретически, ничто не мешает перезапуску новой Moki. Конечно, не в электроверсии, а с двигателями внутреннего сгорания.